Дорогие люди, добрый день! Мы сегодня с вами продолжаем развивать тему по поводу занятий, по поводу того, нужно ли заставлять или не нужно заставлять, кто выбирает, родители, ребёнок, на что ориентируемся. У меня был такой интересный вопрос в комментариях. Юлия, здравствуйте! Подскажите, насколько уместно рассуждать в формате? Если бы я хотела, чтобы мой сын стал музыкантом, я бы настаивала больше. Или если вы хотите, чтобы ваш ребёнок занимался профессиональным спортом, разве это не искусственная конструкция из разряда «Мне в детстве нравилось фортепиано, но мои родители меня не хотели водить, и теперь мой ребёнок будет музыкантом». Или мы ориентируемся на наличие спортивного или музыкального таланта у ребёнка, его вовлечённости в спорт, музыку, математику, языки и так далее. Просто помогаем финансово, морально и прочее. В таком случае не должно быть давления в формате «я бы настаивала больше заниматься», так как есть внутренний интерес ребёнка и естественная вовлечённость в процесс. Я вас призываю сегодня на эту тему порассуждать. Я со своей стороны обозначу вот таких пять ключевых моментов, на которые я делаю акцент в своём собственном родительстве. И в чём преимущество этой темы в том, что она очень дискутабельная. Потому что никаких конкретных исследований, что должно быть вот так, никаких гарантий, что если вы будете делать вот так и вот так, то у вас получится такой результат. Этого ничего не существует. И мы каждый, как родитель, нащупываем какую-то дорожку, какой-то путь, по которому мы пойдём, основываясь на своих ценностях, на своих знаниях, на своих целях и ещё на очень многих моментах. И вот сегодня пять вещей, которые я хотела с вами обсудить. Первое. Это ответственность родителя. Естественно, когда мы говорим, что у нас есть позиция родительская, взрослая в идеале позиция, потому что если родитель сам ещё находится в детской позиции, тут будет очень много нюансов, мы тоже этого сегодня коснёмся. Но когда мы говорим, что родитель находится во взрослой позиции, он понимает, что ответственность за образование ребёнка лежит на нём до определённого возраста. И он понимает, что ребёнок, в силу того, что у него незрелый ещё мозг, у него не созрели лобные доли, у него не накоплен определённый опыт, он не может принимать какие-либо решения. И, конечно же, мы, как родители, в этом случае выстраиваем некую стратегию. Мы с вами об этом очень много, долго и подробно разговаривали на вебинаре «Маршрут развития ребёнка», потому что мы там говорили, как школу выбирать, и как секции, по какой стороне, на что делать акцент, как посмотреть, где сильная сторона ребёнка, где слабая. То есть мы там очень много с вами вот этих всех нюансов учитывали. И мы, как взрослые люди, мы выстраиваем вот этот маршрут, опираясь на несколько факторов. Мы смотрим, к чему у ребёнка есть предрасположенность, к чему у ребёнка есть интерес, где какие сильные и слабые стороны у ребёнка. Дальше мы смотрим, конечно же, на свои собственные возможности, в том числе и финансовые, и временные, потому что очень многие занятия, очень многие активности наших детей, они мало того, что финансово затратные, так они ещё и очень часто энергозатратные для нас, как для родителей, потому что это ты ребёнка водишь, возишь, ждёшь, обеспечиваешь и так далее, да, вот всем необходимо. То есть ты, как взрослый человек, берёшь на себя ответственность за это. Это не может сделать ребёнок до определённого возраста, да. То есть ребёнок даже ещё школьник, который уже заканчивает школу, ему тяжело выбрать. И в этом случае ты выполняешь как раз роль наставника, роль того, кто может с точки зрения уже своего зрелого мозга помочь ребёнку определиться. А что ж мы будем говорить про маленького ребёнка, у которого вообще только лобные доли начинают формироваться, а лобные доли — это что, да, это вот как раз целеустремлённость, это как раз выстраивание стратегии, это как раз умение планировать, это то, чему мы учим своего ребёнка, со временем он этому обучается, да, и мы ему ответственность эту передаём. И вот, кстати, очень часто мы видим по взрослым людям, которые эту ответственность на себя не взяли. Одно дело, когда мы как родители не хотим передавать эту ответственность, и мы вот постоянно с ребёнком и уроки с ним делаем, и всё контролируем, и мы рюкзак за него собираем, и всё делаем. А когда мы говорим про человека, которому уже там 25, 30, 35 лет, а он всё живёт своими вот этими прошлыми воспоминаниями и сокрушается на тему того, вот родители меня туда не отдали, или вот родители меня туда отдали, я там потратил время. Отлично, ты сейчас уже взрослый человек, ты сейчас уже сам выбираешь, получай новые навыки, развивай какие-то новые скиллы, иди туда, где ты чувствуешь, что ты сможешь применить свои силы, свои возможности. Пожалуйста, забирай себе эту ответственность. Но изначально мы подразумеваем, что эта ответственность лежит на родителе. И, конечно же, мы, когда выстраиваем маршрут своего ребёнка, мы говорим о том, что да, есть родители, которые поставили перед собой цель вырастить из ребёнка спортсмена, есть родители, которые хотят, чтобы ребёнок стал музыкантом, есть родители, которые хотят, чтобы ребёнок увлекался языками или математикой. И это всё наша с вами ответственность, как мы будем действовать в этом случае, какие кружки секции мы будем подбирать, во что мы будем вкладываться и так далее. Это наша ответственность, естественно. И насколько уместно рассуждать, я бы больше заставляла, да, там заниматься или не заниматься. Если ты готов взять на себя ответственность за образование ребёнка, и если ты понимаешь, что да, вот мой ребёнок, я ему дам вот такую-то профессию, я дам такие-то навыки, я ему дам такие-то навыки, конечно, ты будешь это контролировать. Потому что ты понимаешь, что раз уж я взялась, да, как говорится, назвался клизмой, полезай в задницу. Поэтому тут такая ситуация, что ты, да, что ты решаешь. И это вполне уместно, потому что ребёнок ещё рассуждать на эту тему не может. Что касается, не должно быть давления в формате, я бы настаивала, так как есть внутренний интерес ребёнка и естественная вовлечённость в процесс. Внутренний интерес и естественная вовлечённость в процесс это очень ненадёжные спутники. Это то, о чём мы с вами, кстати, на взрослом канале, да, вот у меня сейчас стартует челлендж по дисциплине, потому что на одном интересе и на одной вовлечённости ты далеко не уедешь. Важна дисциплина. И когда мы говорим о том, чтобы ребёнок не бросал, о том, чтобы ребёнок продолжал заниматься, о том, чтобы ребёнок углублялся в какие-то знания или в какие-то навыки, то, конечно же, это происходит с подачи более сильного, более дисциплинированного и более ответственного человека. Но представьте сейчас вот себя, например, вы мечтаете, чтобы у вас была привычка заниматься по утрам зарядкой, делать зарядку с утра. Насколько бы вам легче было бы сейчас, например, в возрасте 30 лет, если бы эта привычка у вас была бы с детства, как привычка чистить зубы, как привычку застелить за собой постель. Представляете, если бы эту привычку вам уже более взрослый, более зрелый человек помог бы сформировать, где-то на вас немножко надавив, где-то вас простимулировав, где-то не давая вам сдаваться. Представьте, как вам было бы проще, потому что у вас была бы вот эта опора. Ведь чаще всего, почему уже даже взрослые люди начинают дело и не доводят до конца. А, например, если они берут себе наставника, то у них получается, потому что наставник требует, потому что наставник не даёт сдаваться, потому что он контролирует. И вот мы, как взрослые люди, мы можем стать таким наставником для ребёнка, если мы возьмём на себя за это ответственность. И да, конечно же, мы там дальше с вами про разные нюансы, как мы это будем давать и передавать. Ребёнку сейчас поговорим. Второй момент, который я хочу с вами обсудить, это отношение к процессу. Когда я читаю комментарии, что бедный ребёнок, там с ним занимаются, и вот у него нет отдыха, и вот у него нет детства. То есть мы уже говорим... Конечно, есть перегибы, да, есть на самом деле родители, которые лишают ребёнка какого-либо детства, озорства, свободного времени элементарного, когда всё-всё-всё прям расписано. И есть перегибы, но мы сейчас не про перегибы говорим. Мы говорим про отношение к процессу. Если для родителя это наказание, что ребёнок играет в настольную игру, если для родителя это занудство и заниматься со своим собственным ребёнком, если для родителя это наказание, что ребёнок читает, если для родителя это не соотносится, да, вот читающий ребёнок и весёлый ребёнок, если у родителя это в голове у самого не соотносится, естественно, он будет это транслировать своему ребёнку. И поэтому вот как вы относитесь, вот если я отношусь к настольным играм как просто прекраснейшему хобби, если я отношусь к чтению как к какому-то увлекательному процессу, Я это транслирую своему ребёнку. И то же самое в формате знаний. И то же самое к образованию. Для меня образование, для меня получение знаний, это всё-таки, девочки и мальчики, привилегия. Потому что вот это привилегия, когда ты можешь спокойно учиться, когда у твоего родителя есть возможность нанимать тебе классных репетиторов, тренеров, ещё что-то, куда-то тебя возить. Это привилегия. И если я отношусь к этому как к привилегии, потому что далеко не у каждого родителя есть возможность даже просто возить ребёнка в бесплатную музыкальную школу, водить. Потому что когда ты работаешь с девяти до шести, ну у тебя нет возможности, что ребёнок приходит из школы, он либо на продлёнке, либо с бабушкой, либо он самостоятельно уже, если во взрослом возрасте, самостоятельно передвигается. Но когда у тебя маленький ребёнок, и у тебя есть возможность вместе с ним проходить какие-то процессы и сопровождать его, это привилегия всё-таки. И я отношусь к образованию как к привилегии. Когда у молодого человека или у молодой девушки есть возможность спокойно учиться в ВУЗе и получать и нарабатывать свои скиллы, а не идти работать и кое-как там учиться на заочке или вообще не учиться, это привилегия. Образование — это привилегия. И если вы относитесь к этому как к привилегии, вы будете это транслировать своему ребёнку, и он будет понимать, пусть не сразу, но он поймёт, что это есть далеко не у каждого. И возможность быть вовлечённым родителем в жизнь своего ребёнка, это привилегия есть не у каждого, потому что нет времени, потому что нет сил, нет энергии, нет финансов. Это большая блажь на самом деле — иметь возможность прийти с работы и провести час за настольной игрой. Это роскошь. И поэтому, конечно же, когда у вас первая мысль на видео какого-то психолога или какого-то педагога, который транслирует то, как можно заниматься с детьми, если у вас первая реакция — это бедные дети, то о чём мы будем говорить? Если для вас всё это лишение, если для вас всё это скучно, не нужно и не важно, то тогда вы это и транслируете. Я транслирую совершенно иной подход. И я надеюсь, что ребёнок это впитает через меня. Дальше третий момент — амбиции. Вот тоже вы написали в комментариях, что вот у меня не было музыкальной школы, например, в детстве, у меня родители не водили, поэтому мой ребёнок будет ходить. Вот это тот момент, который нужно у себя отслеживать, чтобы вы не отдавали ребёнка, не вели его за своими амбициями, за своей нереализованностью. Потому что очень часто, когда родитель сам нереализовался, и он не чувствует себя каким-то значимым, важным, он хочет впихнуть туда своего ребёнка и присоединиться к его успеху. Вот мы это, вот мы это сделали, вот мы это сделали, а вот мы тут. И родитель перестаёт жить своей жизнью, своими интересами. Он их не нашёл, он сожалеет о том, что у него там чего-то не случилось. И он живёт жизнью ребёнка. И, конечно же, это будет его травмировать. И, конечно же, это наложит определённый отпечаток. И, конечно же, вы в этом случае не сможете выстроить стратегию, которая будет ориентирована не на вашего внутреннего ребёнка, а на вашего реального ребёнка. Потому что вы будете зашорены. Я помню, что у меня была такая мечта, чтобы мой сын стал футболистом. Потому что, ну, кто не знает, может быть, да, не знаком, достаточно близко со мной, я очень долгое время, всю свою молодость, я была футбольным фанатом. Я болела за наш местный клуб футбольный, Саратовский Сокол, и за московский локомотив. И Дмитрий Сычёв – это просто моя большая любовь. Кстати, первый раз, когда мы поехали в Москву, первое место, куда я повезла ребёнка, это была не Красная площадь, не ещё какие-то достопримечательности, я повезла его на стадион локомотив, чтобы почувствовать вот эту энергетику. Для меня это было важно. И я, конечно же, мечтала, чтобы мой сын стал футболистом. Как я реализовала эту мечту? Я тоже это… Кто давно на меня подписан, вы видели этот мой пост в тогда ещё не запрещённой соцсети? Я отдала ребёнка на футбольную секцию, и я закрыла свой гештальт, как только я сфотографировала ребёнка на футбольном поле в его собственной первой футбольной форме, которая у меня хранится в моей коробочке с воспоминаниями. Всё, я вот эту галочку поставила, что я своего сыночка в футбольной форме увидела. Дальше я уже ориентируюсь и ориентировалась всегда исключительно на потребности своего ребёнка, на его сильные или слабые стороны. Да, я вот тут немножечко, так сказать, считерила. Ну, ему и нужен был футбол. Мы как раз через футбол, я его социализировала. Это была первая секция, на которую он перестал бояться людей, перестал бояться шума, потому что у меня ребёнок сенсорно дезинтегрированный. И, соответственно, да, вот через это я его вливала в эту жизнь. Поэтому совместила приятное, скажем так, с полезным. И вот вы у себя отслеживаете. У меня в детстве не было музыкальной школы. И меня вообще родители в принципе никуда не водили. И я завидовала всегда детям, которые хоть куда-то, где-то были определены. Мы, наоборот, с сестрой сами ходили и пытались куда-то записаться. Она говорила, нет, с разрешения родителей. Пусть родители придут. А они так и не приходили. Ну, куда-то приходили. И просто ничего не получалось. В общем, ничего не... Вот всех водили, а нас не водили. Но я не закрываю эту потребность сейчас через ребёнка. Я её закрываю через себя. Вот если у меня не было музыкальной школы в детстве, то когда у меня появилась финансовая возможность, я попросила супруга подарить мне на день рождения синтезатор. Потому что я мечтала сыграть Битлз на синтезаторе своими руками. И я реализовала эту свою потребность, просто получив синтезатор, получив уроки по игре на синтезаторе. И это то, что я делаю сейчас в своём удовольствии и кайфу. И от этого у меня нет потребности реализовывать свои амбиции через ребёнка. Поэтому, что касается своих амбиций, нереализованных каких-то детских мечт, реализовывайте их. Вы взрослый человек, реализовывайте их через себя. Но не через ребёнка. А когда мы думаем о том, что для ребёнка, то мы ориентируемся на то, что мы считаем важно именно для него. Вот в конкретной ситуации. Мой ребёнок, когда пошёл в первый класс, он учился первый год в художественной школе. Это тоже была не секция, это была прям художественная школа, куда он ходил четыре раза в неделю. И когда он во втором классе, он выбирал сам. Он поступил в музыкалку, и он уже должен был на второй курс перейти в художественную школу. Он выбрал сам для себя музыкалку. Потому что он зашёл туда, он когда поступил, пообщался с педагогом. Он говорит, всё, я больше никуда не хочу, ни ходить, ни ездить, вот только сюда. Эта школа, она для меня неудобна, потому что она далековато от нашего дома находится. У нас рядом с домом есть музыкальная школа. Но вот он просто влюбился в педагогический состав, ему стены как-то там понравились. И он ходит туда. Пока что с удовольствием, что будет дальше, мы посмотрим. Но это не моя была амбиция. Для меня было важно, чтобы мой ребёнок имел какую-то ещё прикладную реализацию. Я хотела дать ему навык. И я ему дала возможность поучиться в художественной школе, потому что это тоже завязано на моторике, это тоже творчество. И, пожалуйста, музыкальную. Он выбрал уже самостоятельно. Хотя у него была возможность продолжать учиться в художке. Там тоже, по-моему, 6 лет обучения длится. Тоже с дипломом, с корочкой, с навыком. И потом ты можешь в любое время начать работать в каком-то кружке, преподавать. То есть у тебя уже есть какой-то скилл. У тебя уже есть возможность применить свои навыки, применить свои знания уже в какой-то профессии. То есть ты, когда выходишь из школы или из колледжа, перед тобой уже огромное количество вариантов, где ты можешь себя попробовать. И, на мой взгляд, задача родителя не свои амбиции реализовывать, а показать ребёнку разнообразие. Что вот смотри, ты можешь вот сюда пойти, ты можешь вот сюда пойти. Вот здесь попробуй. Вот здесь давай попробуем подольше. Вот здесь давай попробуем прям навык развить, потому что он тебе поможет вот с этим и вот с этим. И мы тут переходим как раз к четвёртому пункту. Это отношения с ребёнком. Мы когда с вами обсуждали вот тоже музыкальную школу в Телеграм, там было несколько сообщений по поводу того, что это адский труд, слёзы. И я сейчас не вспомню, что там было написано. Я не хочу уже ковыряться в переписках. Но посыл был такой, что многие люди, кто учился в музыкальной школе, вспоминают это как какое-то адское время. И знаете, что я думаю по этому поводу? Я считаю, что проблема не в самой музыкальной школе. Я считаю, что проблема не в нагрузке, хотя нагрузка достаточно серьёзная. Я считаю, что проблема именно в отношении между родителем и ребёнком. Потому что можно просто орать на свою дочь или на своего сына. Я тебе сказала, занимайся. Пока вот это не сыграешь, ты не встанешь. И ребёнок слезами умывается и понимает, что если он вот это не сделает, у него не будет ни ультиков, ни улицы, ни сладкого, ничего. Ещё и мама наорёт, а кого-то ещё и в угол поставят и побьют. Понимаете? А можно действовать иначе? Можно мотивировать, можно поддерживать. И там писали девчонки, это всё до первых слёз. Вы думаете, я ни разу не видела слёзы своего ребёнка? Я буквально позавчера, вот ему задали на лето сложные этюды. Он начинает разбирать. Он говорит, мама, я вообще ничего не понимаю. У него текут вот такие слёзы. Я не хочу, я это не смогу. Я говорю, стоп, давай просто вот разбери вот этот маленький отрывочек на сегодня. Попробуй его сыграть. Попробуй его сыграть несколько раз. Он говорит, я не понимаю, я не хочу, я не буду. Я говорю, просто попробуй три раза сыграть вот этот вот маленький отрывочек. Он начинает играть, он разобрал. В итоге он увлёкся, он разобрал полностью YouTube, сыграл там буквально 10-15 раз, он уже сверкает от счастья. И я говорю, понимаешь, сынок, я не могу тебе в этом помочь, потому что я сама в этом не разбираюсь. Я учусь играть на синтезаторе по видеоурокам из YouTube. Я не знаю нотную грамоту. Ну, ноты я знаю, но для меня проблема прочитать ноты. Я говорю, ты понимаешь, я тебе не могу в этом помочь, но что я могу для тебя сделать? Я могу тебя успокоить, поддержать, и я могу высказать своё вот это понимание того, что это на самом деле сложно. И я могу не дать тебе сдаться, потому что я знаю, что ты можешь с этим справиться. И он мне уже говорит, да, я завтра 30 раз буду репетировать. Я завтра у меня теперь... И он просто, понимаете, просыпается и начинает сразу играть эти этюды. Сначала на синтезаторе, потом на скрипке. И я ему говорю, понимаешь, вспомни ситуацию. Вот он меня зимой сдавал на пояс по каратэ. Бросил сейчас каратэ, занимается кикбоксингом. К моему тренеру пошёл. И я говорю, вспомни ситуацию. Вот вы три часа сдавали экзамен на пояс. Я говорю, вот просто подумай, на минуточку у вас было там 20 человек. Если бы Роман Юрьевич, тренер, если бы он когда увидел ваши слёзы и то, что как вам тяжело, если бы он сказал, так кому тяжело, да, всё разворачиваем, всё уходим. Вот если бы он дал вам сдаться, смог бы ты достичь этой высоты, которую ты достиг, да, смог бы ты реализовать свой потенциал. И это одна сторона. Вторая сторона, что при этом говорит тренер, родитель, как он относится. Потому что, конечно же, есть ситуации, особенно в большом спорте. Да это и в обычных секциях бывает, я тоже много раз это слышала. И мы всегда уходим от таких тренеров, которые унижают, которые оскорбляют. Да, вот недавно было интервью, по-моему, с кем-то из гимнасток. И какие там оскорбления и унижения, и как ломается психика у ребёнка. И представьте, да, вот, например, наш тренер, которому он ходил заниматься на карате, он мне говорил, когда там дети все ноют, ну, реально, там очень много детей, кто-то уже плачет, кто-то плачет от боли, кто-то плачет от усталости. И он мне говорит, что вы ноете, как бабы, вы что тут хлюпики, давайте. Он действовал не так. Он подходил к каждому, да, или громко на всю аудиторию. Он говорил, ребята, я знаю, как вам тяжело, но я знаю, что каждый из вас может это сделать. Там, когда вы вот это вытерпите, когда вы вот это пройдёте, вы почувствуете, насколько вы мощные, вы почувствуете, насколько вы сильные, вы поверите в свою мощь и в свою силу. Да, вот он их просто мотивировал, он их заряжал вот этим вот успехом. И, конечно же, когда они сдали на эти пояса, когда они уже просто там от слёз ничего не осталось, у них остался такой задел, у них остался вот эта вот любовь и жажда продолжать. Просто за счёт отношения девочки и мальчики. И, конечно же, когда мне нужно к чему-то простимулировать ребёнка, есть одна сторона — это наорать, заставить, а есть другая сторона — это замотивировать. И это огромная сила тебя как родителя, как педагога, как тренера, как наставника. И это очень классное качество, которое можно в себе как в родителе развивать. Когда ты вдохновляешь своего ребёнка, а не заставляешь его угрозами и шантажом. И пятое, что я хотела с вами обсудить, это вопросы лицемерия. Потому что, когда ты, как родитель, говоришь ребёнку, надо читать, надо читать, но почему я, как ребёнок, мама, ни разу не застукалась тебя за этим важным делом? Почему, когда ты мне говоришь, как важен в жизни спорт, и что нельзя есть сладости, почему ты тогда ходишь с перевесом плюс 100 килограммов, где твой спорт, мама? Где твой английский, мама? Где твоё чтение, папа? Где всё, что вы считаете так важно? Почему такое лицемерие? Если вы хотите чему-то ребёнку научить, это можно научить только своим собственным примером. Потому что нельзя дать человеку то, чего у тебя нету самого. И когда, например, мне не с кем было оставить Толю, и я его взяла с собой на растяжку. И когда он увидел, как мама сама, умываясь слезами от напряжения, от боли, просто проклиная вообще всё, и думая, зачем я вообще сюда пришла. Или когда первый раз я его взяла с собой на кикбоксинг. Когда я просто... Ты тренируешься, на видео, может быть, это как-то легко всё выглядит, но на самом деле это адский труд. Когда ты бьёшь, вот просто у тебя болят уже руки, у тебя всё просто тело ноет. И я уже тренер говорю, Рома, я больше не могу. Давай остановимся, давайте я к нему на вы. Он мне говорит, нет, я знаю то, что вы сейчас сделаете. Вы сами просили вас не жалеть, и вы сами просили не обращать внимания на ваш нытьё, и вы сами просили не давать вам сдаваться. И когда ребёнок тоже видит, что и родители что-то делают, я не говорю, что всем надо идти вот прямо на спорт и ломать себя, но какие-то вещи, которые вы транслируете ребёнку, транслируйте это через себя в том числе. Если вы не разрешаете ребёнку есть гадости, не покупайте гадости, не ешьте их сами, и не бухайте каждую пятницу. Если вы знаете, что читать это важно, читайте сами. Если вы понимаете, что спорт это важно, приобщайте ребёнку к спорту вместе с собой. И вот эти вот, да, пять вещей. Ответственность родителей, когда ты понимаешь, что это, ну сейчас ты отвечаешь за образование ребёнка. Второй момент, это отношение к процессу. Как ты относишься сам к получению знаний, да, если ты считаешь, что школа это ерунда, которая ничего не даёт, что мы будем хотеть от ребёнка? Да, третий момент, это не вплетать свои амбиции, свои детские травмы, свои хотелки, а выстраивать чёткую стратегию. Ну, более-менее чёткую, понятное дело, что она будет там меняться, да, и невозможно всё предусмотреть, и вы не знаете, что конкретно в итоге зажжёт вот этот огонь вашему ребёнку. То есть, естественно, стратегия будет достаточно гибкая. Четвёртый момент, это отношение с ребёнком, не заставлять, а мотивировать, помогать ему быть более дисциплинированным за счёт того, что вы сами дисциплинируете себя. Конечно же, пятый, это личный пример. Покажите личный пример самоорганизации, самодисциплины, и ответственности, и спорта, и чтения, хобби, как вы общаетесь с друзьями. Покажите это, и тогда у вас отпадут вопросы, вот, очень многие. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если вы ещё этого не сделали. Напишите, что вы думаете об этом, обо всём в комментариях. Замотивировала ли я вас на что-то, вдохновила ли я вас на что-то этим роликом. И увидимся в следующем видео. Всем пока.